Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулис, то, что там происходит, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком. Хотите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в этот солнечный день. Сегодня у нас в гостях прекрасный музыкант, композитор, российский композитор Кузьма Бодров. Здравствуйте, Кузьма. Добрый день, добрый день. И немного расскажу вам о Кузьме. Это почти мой однокурсник, немного старше. Мы вместе учились в Московской консерватории. Кузьма обучался на отделении композиции в классе выдающегося композитора Александра Чайковского. Окончил и консерваторию, и аспирантуру. Сейчас преподает в Московской консерватории по нескольким направлениям. Композиция, гармония, анализ музыкальных форм, полифония. Очень много таких специфических предметов, которые понятны только музыкантам. Я думаю, что после нашей передачи станут понятны и вам, дорогие радиослушатели. Кузьма очень много пишет музыки для кинофильмов. У него есть и симфонии для Большого симфонического оркестра, и самые различные ансамбли. Исполняет его произведения ведущие российские коллективы, и оркестры, и ансамбли. И также Кузьма участвует во многих фестивалях в Европе. И сегодня мы можем как раз, если у вас будут вопросы, вы можете звонить в студию, задавать вопросы. Мне кажется, уникальная личность. И задать вопросы композитора всегда очень интересно. Еще раз здравствуйте, Кузьма. Добрый день, здравствуйте. Как удается совмещать вот такую деятельность и преподавательскую, и писать столько музыки? Потому что фактически охвачено уже большое количество жанров. И от оперы до небольшой камерной музыки. Ну как, мне посчастливилось, шанс такой в жизни выпил преподавать в Московской консерватории, в нашей Альма-Матер, одно из лучших учебных заведений в мире. На мой взгляд, это лучшее заведение, и оно уникальное. Оно представляет, на мой взгляд, собой лабораторию, большую лабораторию творческую, где происходят удивительные события, где на наших глазах создаются музыкальные личности мирового масштаба. И вот, участвуя в этом процессе, преподавая студентам, общаясь с ними, во многом продолжаешь учиться дальше. И часто узнаешь в общении со студентами свои сомнения, какие-то свои творческие поиски. И это не то, что не помогает, это мешает. А я бы даже сказал, что лично для меня это уже стало необходимостью вот этого постоянного общения. Вот, поэтому, ну конечно, физически тебе необходимо делить себя между обучением в консерватории студентов и твоим собственным временем для написания музыки. Но я как-то уже научился с этим, ну, справляться, что ли. Необходимо так распланировать время, чтобы осталось для сочинения музыки и время, чтобы уделять студентам. И даже сейчас, находясь без возможности спокойно выходить на улицу или прийти в консерваторию, сейчас мы в всех таких условиях, все равно это общение происходит благодаря электронным системам, благодаря таким вещам, как Skype, Zoom, ну, в общем, интернет. Это общение продолжается. Есть ли такое же расписание, как у Сезара Франка или у Александра Федоровича Гейдики, основателя органной московской школы, когда они вставали в 4 утра для того, чтобы написать, чтобы именно уделить время композиции, потому что все остальное время днем, вечером у них уходило уже на учеников? Ну, конечно, такого вот жесткого плана у меня нет, но, тем не менее, когда идет процесс сочинения, когда вот есть обязательства, а в последние несколько лет у меня так получается, что практически все сочинения пишутся по заказу, а это означает, что есть обязательства перед заказчиком, я начинаю выстраивать свои дни так, чтобы я мог и сочинять, и преподавать. Как правило, в первой половине дня я сочиняю, во второй половине дня, начиная с 4, у меня занятия в консерватории. Где-то так, наверное. Вот есть известный анекдот про Антонио Вивальди, что когда он служил Мессу, ему пришла тема фуги, и он удалился в ризнице для того, чтобы ее записать, после чего его, конечно, отстранили от служения Мессы. А есть ли у вас тоже композиторы, то есть как вам приходит творчество, идеи, мысли? Хочется ли сразу их записать? Или так же, как Шуберт, который записывал мелодии на бумажных салфетках в кафе, когда встречался? Или все-таки такой прям творческий, рабочий процесс, когда вы садитесь, тогда вы пишете? Ну вот в таких случаях, когда мелодия просто снисходит, или она приснится, или ты ее как бы почувствовал, у меня единичные все-таки. В основном приходится заниматься поиском, поиском внутри себя. Иногда это даже приходит не какая-то осмысленная музыкальная фраза. Это может вообще какой-то музыкальный звук или призвук даже быть импульсом. Но вот таких красивых, романтических снисхождений почти не бывает. Все-таки для меня это, прежде всего, это, наверное, труд и поиск. Иногда очень болезненный. Но, тем не менее, написано достаточно большое количество произведений, и исполняют их, можно сказать, звезды мировой академической музыки. Взять, например, трио для фортепиано, скрипки, виолончели, где солируют Екатерина Мечетин, Никита Борисоглебский, Сергей Антонов. И дирижируют, кажется, Юровский, я не ошибаюсь? Дирижируют Чижевский. А, Чижевский, да. Ну вот я бы хотел сказать об этом замечательном трио. Со всеми тремя музыкантами, которые являются абсолютно мировой звездой, и Екатерина Мечетина, и Никита Борисоглебский, Сергей Антонов, меня связывала и человеческая дружба, и творческие контакты. Каждый из них, до того, как я для них специально написал этот тройной концерт, уже исполняли мою музыку. И каждый из них это делает на самом высочайшем уровне. Поэтому я могу сказать, конечно, что мне крупно повезло с такими исполнителями. Здесь такой немножко вопрос, всех не успеешь назвать, поэтому перечислениями, боюсь, не смогу заниматься. Но вот какие-то имена, такие как Юрий Башмет, я бы хотел назвать, потому что они, наверное, судьбоносны. Ну действительно, вы же принимаете неоднократное участие в его фестивале в Сочи. И как произошло это знакомство с Юрием Абрамовичем? Как и многие мои творческие счастливые моменты, связанные с моим учителем Александром Владимировичем Чайковским, который не только помог мне найти пути в композиции, ощутить композиторскую технику, не только это, но и он познакомил с Юрием Абрамовичем Башметом, который считается ближайший его друг еще со студенческих лет. И после того, как Юрий Абрамович уже после знакомства доверил сначала написать одно сочинение, потом второе, потом мы пришли к спектаклю «Не покидая свою планету» по маленькому принцу, где Константин Хабенский играет основную роль, и Башмет дирижирует своим оркестром и играет на Альте. И после этого у нас родился Альтовый концерт, к которому мы шли и который обсуждали очень долго с ним. И вот уже он трижды его исполнил. И после этого так получается, что почти каждый год к фестивалю, у него множество фестивалей, в Ярославле, в Сочи, в Италии происходит. Я пишу какое-то новое произведение. И, в общем, считаю себя счастливым человеком, что получилось познакомиться с таким гениальным музыкантом. Ну и получается, что вы фактически пишете и обогащаете репертуар Альта, так как этот инструмент до Юрия Абрамовича являлся только оркестровым. Очень мало было создано музыки именно для Альта с оркестром. То есть я так правильно понимаю, Кузьма, что вы именно пишете для Альта с оркестром какие-то Альтовые произведения? Или это самые разные и для оркестра Юрия Абрамовича? Это самые разные сочинения, не только с участием Альта. И здесь вот вы подняли замечательно вот эту тему. Юрий Абрамович заказывает практически на каждый свой фестиваль какое-то Альтовое произведение. И причем, что здорово, у совершенно разных композиторов разного направления. От каких-то более привычных для широкого слушателя академических произведений до самых новаторских и сложных и смелых, которые порой публике не всегда понятны. Но вот он взял, вот такую миссию несет просветительскую. Он знакомит слушателя с самыми разными музыкальными направлениями. И при этом обогащая Альтовый репертуар, естественно. В Новый год минимум для него пишут несколько композиторов произведения для каждого фестиваля, и он их исполняет на совершенно фантастическом уровне. То есть каждый композитор, наверное, мечтал бы услышать в таком исполнении свое произведение, я думаю. Ну вот вы сказали, что академические композиторы и ультрасовременные, которые используют сложные музыкальные техники. А к каким вы бы себя отнесли, свое творчество? К более академическим или, грубо говоря, тональной музыкой или а-тональная музыкой? Ну вот сейчас в настоящее время очень трудно проводить параллели, потому что если где-то в первую половину XX века это было сделать проще, потому что были композиторы, которые явно порывались традиции, потому что традиция была ясна. То есть сейчас такой путь сложный пройден, поэтому, например, авангард и авангард, не авангард, разделить для меня, по-моему, невозможно. Любая музыка, написанная мастерски, написанная с каким-то драйвом, что ли, она будет интересна и авангардна. Кому я себя отношу, я об этом не думаю. Иногда мне хочется написать просто обычную музыку в до-мажоре, а иногда хочется, наоборот, уйти и совершенно без каких-либо притяжений тональных или привычных звучаний что-то написать. То есть это момент такой состояния. Поэтому трудно мне сказать, кому я себя отношу. Но вот то, что для меня произведение хорошее не то, которое относится к направлению какому-то, но то, которое написано интересно, мастерски и с энергией. Вот это произведение для меня будет интересно, и оно будет одновременно и авангардным, и очень классичным, на мой взгляд. Вы автор много музыки для кино. Вот для кино стараетесь писать более, используя более очевидные мелодии, именно, как можно сказать, романтические. Или также вы не стремитесь следовать вкусу легкого жанра киномузыки? Ну вот кино у меня получилось относительно каких-то композиторов. У меня совсем небольшой, скромный опыт. Но мне повезло уже, не имея особого отношения к кинематографу, общаться с двумя замечательными режиссерами. Это Константин Хабенский, который актер и выступил в качестве режиссера, и Павел Лунгин, с которым повезло сотрудничать. Вот как бы сразу получилось, что у меня появились крупные проекты. Но вот как себя там применяю, например, фильм «Собибор», который вышел два года тому назад, там была поднята тема лагерей и человеческих страданий. И, соответственно, музыка должна была как-то соответствовать этой теме. Но что было для меня сложно? Я начинал сильно эмоционально выкладываться. Вот тут и ждал меня подвох. Музыка начинала глушить картинку, само изображение. И приходилось намеренно, так скажем, высушивать свои эмоции, чтобы музыка не превалировала, а шла либо контрапунктом, то есть параллельно, иногда в разрез картинка, оттеняя её, либо слегка поддерживала. И для меня было, например, открытием, что просто какой-то протянутый звук – это уже музыка в кино. Мне думалось, чего-то не хватает, надо что-то добавить, а нет. Здесь вот музыка – это одна из составляющих кинематографии. И потом здесь ещё ждёт много таких моментов, что тебе хотелось бы повести музыку каким-то определённым путём, но нет, потому что в картинке есть определённые акценты. Там, не знаю, ну, грубо говоря, фонарь светил из одной точки в другую, передвигается, музыка каким-то образом за этим идёт. То есть она явно в подчинении. И вот здесь вот, будучи в подчинении у картинки и при этом написать интересно, вот это, наверное, сложно и, тем не менее, азартно, что ли. Поэтому кино для меня был интересный опыт, самый неожиданный. И здесь у меня не было ощущения, что я, как композитор, немного, ну, грубо говоря, себя продаю, что я должен писать киномузыку. Для меня такого тоже не существует. Если кино делать профессионально и мощно, то эта музыка, она не будет второсортной, на мой взгляд. К тому примеров есть много. Не будем там всех бейтеров перечислять, и зарубежных, и наших, но, тем не менее, есть замечательная музыкальная музыка, музыка к фильму, которую можно даже слушать отдельно от фильма. Помимо Собибора, в каких фильмах еще можно послушать вашу музыку? Фильм «Братство» Павла Лугина, там я в соавторстве с своим коллегой Дмитрием Силипановым мы написали. Вот эти два фильма там и можно послушать. Оказало ли влияние ваша работа с Дмитрием Крымовым, ваши оперные постановки, именно для работы с кино? То есть я понимаю, что у вас достаточно близкие жанры. Или все-таки это абсолютно разные? Дмитрий Крымов – это человек, режиссер, с которым меня связывает уже, по-моему, 8 или 9 лет, знакомый и сотрудничаем. Я принимаю участие почти в каждом его спектакле. И у нас очень теплые человеческие отношения. Я очень ценю нашу творческую дружбу. Он оказывает на меня сильнейшее влияние. И оказал, но не столько в кино, сколько вообще в понимании, что такое искусство. И его самые смелые, парадоксальные решения, которые он принимает в спектакле, мне дают какую-то внутреннюю смелость и раскованность. Что, оказывается, можно всё. Можно всё в искусстве, можно всё, если для этого есть контекст и какое-то творческое оправдание, что ли. Поэтому оказал сильнейшее влияние и оказывает… Ну вот здесь я уже немножечко не мыслю свою творческую жизнь без работы с ним. Потому что мы почти всё время находимся на связи. Вот он буквально до нашего эфира мне написал. Мы должны созвониться. У нас впереди большая очень работа. Не буду говорить, какая в театре Фоменко. Которая сейчас перервалась, к сожалению, со всеми вот этими обстоятельствами. Но, тем не менее, она будет при первой же возможности продолжена. Поэтому этот человек имеет, Дмитрий Крымов, огромное для меня значение. Дорогие друзья, вернёмся к нашей беседе с выдающимся российским композитором Кузьмой Бодровым после небольшой рекламной паузы. Не отключайтесь, слушайте нас. Дорогие друзья, продолжаем нашу передачу «Культурная среда». У нас в гостях известный российский композитор Кузьма Бодров. Мы разговаривали об оперных постановках. Я с творчеством Кузьмы Бодрова познакомилась благодаря постановкам как раз Дмитрия Крымова в экспериментальном театре Станиславского. И мне это действительно очень интересно. И думаю, что всем было бы интересно познакомиться с этими произведениями. И вот у меня, кстати, вопрос ещё, Кузьма. Есть произведение у вас? «Х.М.Смешанная техника». Правильно читать так. «Х.М. — это холст масла. То смешанная техника». «Смешанная техника» — это принцип работы художника такой. «Смешанная техника». Это наш первый совместный опыт с Дмитрием Крымовым. Опера на его сюжет. И, собственно, полностью его либретто. Такой эксперимент. Очень сценический, яркий, интересный. И он, я не помню сколько, но по-моему, два года шло в театре Станиславства на малой сцене. И там прямо театр пошёл на разные смелые решения. Там нам и аквариум заказали, сделали, чтобы люди в нём прыгали, певцы прыгали, купались с нём и пели. Но там много было моментов и летали от сцены. Ну, в общем, интересного было много. Вот такая первая экспериментальная работа была у нас с ним. А как вы выбираете либретто? Или это всегда даёт вам Дмитрий Крымов в работе? Ну вот, если говорить о работе с Дмитрием Крымовым, пока что именно в музыкальном театре. Это мой опера, это мой единственный случай с ним. И в данном моменте это либретто, это был скорее какой-то сценарий, а текст был не важен, о чём поётся. Потому что там важен был голос, и важно было, что происходит на сцене. А текст, он мог идти даже в разрез. В этом плане это была роль либретто, выполняла собой такую подробную сценировку, написанную Крымом. У вас единственная пока опера в творчестве, да? Пока да. И я, честно говоря, побаиваюсь этого жанра. Я не уверен, оперный или я композитор. Но пока немного вокальную музыку я пишу, и хоровую довольно много разных направлений причём. А вот что касается именно театральной оперной, здесь вот у меня пока что опыт с Крымом. Следующий был опыт, это где у нас много поют и где много музыки, это был по «Сну летнюю ночь» по Шекспиру, спектакль, который объехал весь мир буквально. Он побывал и в Австралии, и в Новой Зеландии, и всю Европу, Англию. Ну, там много где это было, и премьера вообще была в Шекспировском театре в Стратфорде. Вот там много было пения, но опять же это была не совсем опера, это был момент, контекст театра, что ли. А вот чисто написать оперу, я не знаю, пока меня судьба с этим не сталкивала. А расскажите о вашей симфонии. Это произведение написано было ещё, по-моему, в аспирантуре, и интересно, что она была исполнена частично, вот целиком я её ещё не давал исполнять, и я не знаю, может быть, надо вернуться к ней и переработать, потому что после этого уже прошло 15 лет после написания этой музыки, поэтому надо её вернуться, посмотреть и, может быть, что-то поправить. А вообще понятие симфония, жанр сейчас, на мой взгляд, вообще не то чтобы сомнительное, а для каждого композитора, наверное, понятие симфония будет собственное. То есть сейчас нет, как было, я не знаю, в XIX веке, ну, более унифицированное понятие, что такое симфония. Сейчас это, может быть, совершенно разные составы, формы, какие угодно, продолжительность. Поэтому здесь махин такой, индивидуальный, на мой взгляд. Вы упомянули, что это писали сочинения в аспирантуре. А когда поступили в консерваторию, сразу поступили в класс Чайковского или учились у другого педагога? Нет, я сразу поступил в класс Александра Чайковского. Я приехал из Киргизии, и там учился на скрипке и одновременно на композиции у знаменитого киргизского композитора Мурат Бека Бегалиева, который очень много для меня значит и сделал многое. Замечательный человек, высочайший профессионал. И когда я приехал в Москву, я увидел Чайковского в комиссии, а я до этого уже слышал его музыку. И я вдруг был поражен, говорю, неужели он здесь преподает? Конечно, только к нему. И написал заявление. После этого уже сколько лет мы в постоянном контакте, постоянно общаемся. Легко ли было поступать в консерваторию из провинции? Я так скажу. Поскольку я готовился просто и днем, и ночью, и учителя были у меня сильные, они все с образованием либо Московской консерватории, либо Академии Гнесиных, либо Петербургской консерватории. То есть учителя по гармонии, по форме, по полифонии. И я хочу так сказать, что я был достаточно подготовлен, чтобы сдать все экзамены, и так получилось, что я их с легкостью прошел. Но я еще расскажу, что это был адский труд до этого, потому что два года – это каждодневные занятия по всем предметам очень упорно. Только так, иначе, потому что вы сами знаете, что экзамены в консерваторию сложные, и пройти их довольно трудно. Да, действительно, это очень сложно. И более того, нагрузка потом очень большая, когда начинаешь учиться в консерватории. Не было ли, насколько было легко или трудно уже учиться? Потому что, в принципе, известно, что теоретическое и композиторские отделения в консерватории одни из самых сложных с точки зрения объема знаний. И у композиторов это еще больше, потому что все теоретические дисциплины также очень много и творческих. Ну, я хочу так сказать, поскольку я очень люблю это дело и любил, вот то, чем я занимаюсь, учиться было мне несложно. Но были моменты усталости, конечно, когда ты не спишь ночами, чтобы успеть что-то дописать, что-то доучить. Потом я на первом курсе уже осознал, что время пролетит молниеносно. Пять лет пронесутся, ты не заметишь как, как один месяц. И я себя просто посадил в читальный зал. Вы помните это все, как это там происходит. И все мои дни проходили в читальном зале за партитурами, за книгами, за полифоническими трактатами. И уже тогда я был этим сильно увлечен. И вот это время, проведенное в читальном зале, это и есть, наверное, мое основное преподавание, основное мое обучение, которое было. Вот эта консерватория уникальная, дает возможность себя воплотить настолько, насколько ты себе ставишь планку. Если она будет очень высокая, ты это сможешь сделать. Как была выбрана тема для диссертации? Если я не ошибаюсь, это у вас посвящена музыке Палестрины и Возрождению. При этом как бы все-таки вы увлекались больше современной музыкой. Ну, здесь она еще пишется, она в работе и довольно долго, потому что у меня все время так получается, ну, двум богам нельзя служить. Да, и я думаю, вот сейчас у меня высвободится несколько месяцев, я сяду и закончу ее. Материал уже готов, надо только довести до ума. И тут же какой-то заказ по композиции, который я не могу пропустить. И вот я работаю урывками, поэтому я все никак не доведу ее до финального вида. Но почему Палестрина? Здесь обязательно хочу упомянуть об одном из моих учителей, консерватории Татьяна Наумовна Дубравская. Такой вот мэтр полифонии, к сожалению, ее нет в живых, но она оказала сильнейшее на меня влияние, как на музыканта. И я прошел повторный курс полифонии у нее в классе. Ректор Александр Сергеевич Соколов разрешил этот индивидуальный повторный курс. И мы с ней два года плотно общались. Она была великолепной, ну, лучшей в России, пожалуй, специалист по полистрине. Она постоянно была на всех конференциях полистриновских, награждена медалью полистриновского общества. И вот она меня увлекла этим композитором, и я начал под ее руководством работать на диссертации, посвященной циклу матетов в Палестрины «Каттикум Кантикорум». Песнь, песни, удивительная матетная техника и удивительный цикл. И вот мы с ней работали. Над этим очень много она мне направляла. Потом, к сожалению, ее не стало. И я продолжаю теперь с ее ассистентом-помощником, сейчас уже преподающим индивидуально, Тарасевич Николай Иванович. Вот работаем над этой темой. Но вот почему старинная музыка для современного композитора? Там очень многому учишься. Там у этих мастеров старинных, что Палестрина, что Орландо Ласса, Оке Гэм, Дюфаи, Обрехт. Могу многих перечислять. Там фантастическая техника сочинения. При иногда внешнем, таком спокойном как бы для нас звучании начинаешь анализировать, а там просто бездна открывается перед тобой вот этого мастерства, этих приемов. И так или иначе учишься на этом. Поэтому вот эти вот все старинные композиторы, не только Палестрина, они мне очень близки. Я думаю, что вот такую точку зрения выразят, наверное, многие композиторы, потому что многие современные композиторы где-то внутренне опираются на вот эти ренессансные достижения композиторов. И не зря композиторское образование начинается именно со строгого стиля. Изучение, упражнения вот этого строгого, в строгом стиле. Это, как сказать, музыка настолько кристально чистая и виртуозно написанная, что на ней учиться просто, я считаю, просто необходима. Поэтому вот я и выбрал эту тему для диссертации и, кроме этого, с удовольствием преподаю полифонию, именно, по-моему, мой любимый предмет. И особенно любимая эпоха – это все, что вот до полифонии бахнет. Это не значит, что потом мне не нравится, что нет, просто особо для меня азартно, что ли, вот эти дисциплины проводить. В вашей биографии на сайте Московской консерватории написано так, что вы преподаете, что вы играете, то есть как пианист, работаете на кафедре оперно-симфонического дирижирования. Это так? Это немножко уже устаревшее. Я все никак не отправлю на сайт обновленную биографию. Это было, я действительно проработал сколько? Семь лет на кафедре оперного дирижирования. В двух классах я работал у Владимира Александровича Понькина и у Станислава Дмитриевича Диченко, концертмейстера. Хотя я сам скрипач по первому образованию, но я научился в консерватории неплохо читать с листа. Это основное требование – уметь читать портитуры, бегло с листа. И я хочу сказать, что это была ценнейшая школа для меня, потому что я изнутри узнал многие произведения, которые я до этого не знал. Ну, например, практически все симфонии Брукнера переиграли. Шуберта, Сибелиуса, много-много чего. Шумана. Те вещи, которые, может быть, так и в силу от тех или иных причин обошел мимо. Но вот там не просто сыграл и послушал, но и насквозь познал ее, поскольку в классах таких, особенно, например, у Понькина Владимира Александровича, он настолько глубоко занимается не только техникой дирижирования, но и раскрытием произведения, что это произведение для тебя начинает играть какими-то красками. И другое дело, что любому композитору очень полезно прикоснуться к дирижированию. Потому что очень часто, я на примере своих студентов тоже вижу, что пишут так, что дирижировать очень трудно или невозможно. А почему? Потому что нелогично записано, например, не теми длительностям, не в том размере. А вот знание дирижирования позволяет избежать этого. Вот. Поэтому в этом смысле я прошел, если так можно сказать, пассивную практику дирижирования за эти годы. Но сейчас я уже это оставил. Оставил я по той причине, что мне просто уже не осталось времени совмещать. Так мне очень нравилась эта работа. Это было замечательно. Да. То есть у вас, получается, вы преподаете и музыкально-теоретические дисциплины на кафедре композиции, еще композицию и действующий композитор. В основном ваши жанры – это концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки с оркестром. Они как раз были написаны для ваших друзей, которые их исполняли, или все-таки иначе были созданы? В основном 90 процентов, наверное, это мои творческие тандемы. Вот. Конечно, я в первую очередь хочу назвать моего ближайшего друга Никиту Бориса Глебского, скрипача, выдающегося, это уже такого мирового уровня. Но здесь опять перечислять очень неблагодарно, потому что обязательно кого-то забуду. Но тем не менее, я бы хотел, конечно, упомянуть и Ирину Мечетину, и Сережу Антонова. Конечно, про Юрия Абрамовича мы говорили уже сегодня. Фантастический совершенно коллектив «Камерный хор Московской консерватории», которым руководит мой друг Александр Соловьев. И наша уже дружба многие годы продолжается, и почти каждый год я создаю для этого фантастическое совершенно коллективо произведения. Они могут спеть от самой, казалось бы, простой музыки до самой сложной и на таком уровне, что иногда даже, кажется, неужели я такое написал, потому что они так исполняют перфектно, что иногда диву даешься. Вот. Конечно, здесь я много людей бы хотел упомянуть, но всех не успеешь. Но в Испании у меня замечательный коллектив, которым руководит мой друг Борха Кинтас. коллектив, который был создан специально для приезда Папа Римского, Бенедикта XVI тогда, на встречу с молодежью. И вот тоже с ними я практически каждый год что-то мне удается написать. Но всех, опять же, не перечислишь, исполнителей. Борис Березовский, конечно, для фестиваля, которого я писал, и для него лично. В этом смысле очень важна личность музыканта. Она каким-то фантастическим образом воздействует на краску музыки. Вот, например, когда пишешь для Юрия Башмета, это, как правило, вселяется сразу какой-то трагизм или космизм. Он сам такой человек невероятной глубины и эмоциональности, что какая-то вот скорбь в музыку попадает. Или, если пишет для Никиты Бориса Глебского, это невероятный нерв интеллектуальная и при этом интеллектуальная насыщенность. Вот он сочетает все два вот этих качества. Невероятная эмоциональная наполненность и при этом сильнейший расчет. Екатерина Менчетина, которая сочетает мощь, масштаб и невероятную тонкость при этом исполнении. Здесь вот много можно кого обсуждать, но у каждого музыканта свои качества какие-то, которые влияют напрямую на создание музыки. Так получается, что я вот сейчас даже не припомню, какое произведение я писал просто так. Не помню. Но вот еще хотел, конечно, упомянуть, сейчас мне вот такая счастливая возможность писать для нашей гениальной, совершенной домристки, я считаю, Екатерина Мочилова. Она все время выступает с Юрием Абрамовичем Башметом. Она для нее написал полноценный большой концерт симфоническим оркестром Александра Владимировича Чайковски. Масштабное полотно, инициатором которой она и была. И она сейчас делает что-то подобное, что делает и делал Юрий Абрамович Башмет. Она берет композитора, буквально трясет его за грудки, говорит, когда ты мне напишешь сочинение. И вот сейчас, в силу сложительных обстоятельств, когда у меня высовыводилось время, я пишу домровый концерт для нее с струнным оркестром. И тоже у нее невероятный блеск, виртуозность, наполненность, любовь к самому инструменту оказывает сильное влияние. И поэтому это меня вдохновляет и зажигает. Поэтому очень важно, кто исполняет твою музыку и кто тебя просит написать. Как возникла аранжировка произведения? Я не помню, то ли Альбинони, то ли Виталий вы делали Чекону. Да, мы делали Виталий, кажется, да? Я не знаю, как правильно, Виталий или Виталий всегда путал, но это не имеет значения. Это было бы мне посчастливилось успеть поработать с Михаилом Юрьевичем Тевлиным, основателем каменного хора. И вот, собственно, Александр Соловьев, который был тогда его правой рукой ассистентом, теперь его этот хор руководит этим хором дальше. Вот тогда это был заказ от Бориса Григорьевича Тевлина сделать переложение для хора акапелла со скрипкой и с органом. Я помню, тогда на скрипке играл Никита Борисоглебский на органе, Евгения Кривицкая, наши ученые, организм ее, знаем, музыкальный мир, ее очень хорошо знают. И вот это было наше сотрудничество с ним. После этого он говорит, напиши теперь что-то свое, полностью свое. Я такой окрыленный, летом сел писать, и тут приходит скорбная новость, что вот, к сожалению, он ушел. Вот, и тут же получил СМС от Саши Соловьева, который говорит, что в силе мы обязательно это исполним. И так потом появился концерт для скрипки и хора акапелла памяти Тевлина. Вот, и это уже исполнялось несколько раз на разных площадках. Да, прекрасно. Но я видела, что также среди исполнителей, которые играют вашу музыку, упоминается выдающийся российский органист Константин Волоснов. А какое сочинение для органа написано? Для него специально было написано, он стал инициатором органной мессы. Он привлек композиторов нескольких. Среди них он предложил мне написать одну часть. И вот он исполнил эту органную, как это произведение называется, когда несколько композиторов, совместное произведение. Он исполнил это произведение в соборе на Малой Грузинской улице. И после этого он еще исполнял мою органную пьесу, которую я написал не конкретно для него, а для конкурса органного, еще будучи студентом. Исполнял это он, ну, фантастический музыкант с невероятным слухом, умеющий делать волшебную совершенно регистровку на органе. И вот мне посчастливилось с ним творчески сотрудничать. Я надеюсь, что нас судьба еще вместе сведет. И у нас, кроме этого, конечно, теплый человеческий контакт. Он преподает в консерватории, мы постоянно видимся. Очень такое лучезарное и всегда очень на каком-то очень хорошем слове. Ну, слово есть такой позитивный, да, человек? Вот, наверное, так. У нас есть один вопрос от слушателей. Что нужно и важно изучить... Ну, это от музыканта. Что нужно и важно изучить исполнителю из жизни и творчества композитора, чтобы глубже проникнуть в суть произведения? Интересное мнение именно как композитора. Мне кажется, что здесь надо все изучать. Во-первых, саму партитуру, если человек обладает знанием нотной грамоты, окунуться в партитуру прежде всего и посмотреть ее, и поиграть. Причем не клавир, не переложение, а именно партитуру. Потому что в клавире часть в переложении, часть в музыке теряется так или иначе. А в партитуре ты видишь всю структуру. А потом, конечно, надо почитать о композиторе. И особенно интересно его, если он сам вел дневник или переписка. Сейчас это все издается. И особенно в тот момент, когда он писал это сочинение. Что его волновало? Вот так я окунулся в свое время. У меня было сильнейшее влечение симфониями Малера. И я вдоль и поперек прочитал переписку. У нас замечательные есть изданные под редакцией Инны Барсовой, письма Малера, да, то же самое есть, называется «Неизвестный Чайковский». Письма Чайковского без купюр, где совершенно изумительно искрометный юмор. Иногда и крепкое славцо Петра Ильича. Читаешь, даже не ожидаешь от него такого. Письма Моцарта. Вот там начинаешь немножечко понимать, что композитор слышал, как он это воспринимал. А потом уже исследование о композиторе. Я считаю, что это уже третий путь. Первое – это партитура со слуховым ощущением. Потом уже начинается, что сам композитор хотел сказать. А потом уже, что говорили о композиторе. Наверное, так. Кузьма, вот вы композитор. Вы пишете дневник, пишете письма. Вы знаете, вот сейчас, наверное, дневник я не пишу, но письма в виде электронных, наверное, я переписываюсь постоянно. Сейчас, я не знаю, есть ли такой человек, который пишет реальные письма на бумаге. Я думаю, таких очень мало. В основном все пользуются мессенджерами. Ну, мессенджер – это же действительно так, и мессенджер – это короткое сообщение. А вот такое письмо, которое потом можно было бы издать? Ну, какие-то сообщения он или по почте, когда я переписываюсь, или вот там, например, наши сообщения с Дмитрием Крымовым, где как-то затрагивается и творческая сторона. Да, это было бы интересно почитать, потому что там… Это как творческая лаборатория, фактически. Ну да, конечно, конечно, да. Действительно, этот жанр, я в последнее время часто о нем думаю, письма, потому что читаешь письма. Особенно интересно на исполнителей. Ну, мне лично интересно. И я думаю о том, что в наше время, когда у нас есть возможность общаться, и вот так вы сейчас в Москве, мы в Риге, пообщаться по видео, пообщаться по скайпу. Более того, короткие сообщения в мессенджере, они фактически убили пистолярный жанр. И, тем не менее, мысли великих людей, которые живут в наше время, это было бы безумно интересно. Прочитать хотя бы письма Сергея Прокофьева, его переписку, как вы сказали, Петра Ильича Чайковского. Я очень надеюсь, что и от вас останется также пистолярный жанр. Найдете интересных собеседников, с кем бы вам хотелось переписываться. Дорогие друзья, у нас в гостях был замечательный музыкант, известный российский композитор, преподаватель, доцент Московской консерватории Кузьма Бодров. И сегодня он рассказывал о своем творчестве. Кузьма, желаю вам творческих успехов по окончании карантина и надеемся услышать вашу новую музыку. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго.